Ты искупил меня греха Ты дал ему любовь и свет Зажег потухшие сердца И дал надежду Мы пред тобою предстоим И каждый дорог для тебя За все Отец благодарит И превозносит Слава тебе и величие Слава тебе и величие Слава тебе и величие Слава тебе и величие Милость твоя во все роды Ты открываешь новый мир Любви, надежды и чистоты С тобой трудно мне идти Ведь ты со мною Твоя любовь меня хранит Дает надежду и покой И потому сердца людей Полный волон Слава тебе и величие 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Камень находится на горе. Просил учеников Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Которую ты нам даровал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Добавил DimaTorzok 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 Очень короткое место, но оно очень важно. Оно говорит, что мы уже очищаемся через что? Через Слово. Восхотел Он родил нас Словом Истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. То есть, Слово Божие, оно касалось нашего сердца когда-то. Но, дорогие друзья, это живое присутствие нашего Иисуса, оно очень важно для каждого сердца. Потому что, если мы чувствуем, что Он рядом с нами, что Он в нас, то, конечно же, мы можем приносить Ему плод. Он говорит, если пребудете во Мне, и Я в вас. Это очень важный момент, когда мы пребываем в Нем, а Он пребывает в нас. Тогда совершаются великие чудеса в нашей жизни. Мы, оказывается, тогда способны приносить плод. Потому что мы находимся на Нем, как ветвь. А мы как раз на Нем. Потому что каждая веточка очень важна на лозе. А каждая веточка винограда, она может приносить плод. И поэтому о ней заботятся, ее очищают, ее обрезают, за ней ухаживают. Дорогой друг, брат и сестра, когда мы находимся лично в Нем, и Он в нас находится, тогда совершаются великие чудеса Его Божьей любви и силы. Он как раз есть жизнь наша. Он есть свет наш, Он есть путь наш, Он есть Тот, Который все для нас. Потому что во Христе Иисусе сокрыты все сокровища небесных благ и также и здесь, на этой земле. Соединяясь с Ним, мы можем радоваться, утешаться в Нем, жить в Нем и с Ним слава Ему. Поэтому прежде, нежели мы пришли на это место, Он уже предварял нас. Он уже ожидал нас. Он ожидал, кто придет. Он ожидал, кто вас жаждет. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». У того, как сказано в Писании, «Из шрева потекут реки, в воды живой сия», сказал Он о духе, которую имели принять. Слава Господу, что если человек жаждет, если человек стремится, он неприметно соединяется с Господом. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Поэтому, дорогие друзья, настроим наше сердце, когда мы будем молиться, чтобы мы почувствовали, что мы находимся на лозе, что этот живительный сок, он течет по этой лозе и попадает в нашу веточку. А мы ветви. Он лоза, а мы ветви. Поэтому, дорогие друзья, как важно, чтобы наш Иисус Христос занял не последнее место, а первое. Он не хочет поменяться там где-то, чтобы быть. Он хочет рядом быть во мне и в тебе быть. Как важно понять, что Иисус Христос, Он сегодня такой же живой. Если тогда Он мог явиться более, нежели пятиста братьям, Он сегодня может явиться одновременно каждому находящемуся здесь, если место Иисусу, чею кровью мира мыт. Если есть место, конечно, Он будет там. Мое желание еще прочитать. Это будет послание Колосиным, 3 глава, с 3 стиха. Даже с 1 можно. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. «О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь наша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Здесь написано, что «О горнем помышляйте, а не о земном». Где лучше можно размышлять? Где можно помышлять лучше, как не сидя в Доме Господнем, как не находясь в Его присутствии, когда ты можешь намного углубиться в эту глубочайшую истину, как не тогда, когда ты пришел и настроил свое сердце, чтобы слышать Слово Господне. О говори, Спаситель, слышать готов тебя. Волю твою святую выполнить жажду я. Если это в нашем сердце такое желание, что говори ко мне, Спаситель, сегодня, то действительно, сейчас Он будет говорить с тобой непосредственно. Потому что сколько нас людей, сколько разных мнений, сколько разных желаний и стремлений, сколько мечты сердца нашего в каждом по-своему, каждого не одинакового, как именно во всех. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, какой бы ты ни был, стар совсем или совсем молод или в средних летах, Бог знает твои запросы. Потому что Он Создатель наш. Слава Ему. И здесь написано, когда явится Христос, жизнь наша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Когда это будет? Он является постоянно в нашей жизни. В продолжении всей жизни нашей Он является жизнью. Почему? Потому что Он говорит, я есм хлеб, сшедший с небес. Кто будет есть хлеб сей, не умрет, но жить будет вечно. Слава Ему! Такого хлеба нам бы покушать. Мы бы не ходили в магазин и еще покупали каждый день и каждый раз свежий и свежий хлеб. Но этот свежий хлеб – это Он. Он есть свет. Кто может так осветить нашу тьму, как не тот, который есть свет? Потому что истинный свет только в нем и только во Христе Иисусе. Он есть путь наш. Это доступ к Отцу Небесному. Если от чего попросите во имя Иисуса, во имя Мое, говорит, то я сделаю. А у кого попросите? У Отца Небесного. Оказывается, путь к любящему сердцу Отца только через этот путь. Потому что Он есть путь, истина и жизнь. Слава Ему! Если наше сердце настроено на такой лад непременно, Господь будет с нами и в нас. Он есть первосвященник будущих благ. Он есть наш ходатай. Он есть наш посредник между Богом и человеком. Человек Христос Господь. Слава Ему, что Он занял такую позицию, что Он стал всем для нас. Не только тот, который Агнец, был прибитый ко Кресту и искупил нас кровью Своей, но Он стал для нас всем. Действительно, Он и Агнец. Действительно, Его тело, Его кровь, она очень несет жизнь в наше духовное естество. Слава Ему! Но Он также и первосвященник. Первосвященник тот, который приносил жертвы, тот, который ходатайствовал за народ израильский в отдельности за каждого человека. Так и Он является первосвященником будущих благ. Он защита наша, Он помощь наша, Он упование наше и надежда наша. И в эти слова, которые мы только что слышим и повторяем в нашем сердце, это не просто для красивых слов. Это действительно так. Он есть все для нас. Он есть вода живая. Он есть освежающий. Он есть спасающий. Он есть целитель наш. Он врач нас. Слава Ему! Он спаситель, чтобы спасать. Он Христос Господь, тот, который силен каждого спасти и каждому помочь. И Он находится в нас. Я думаю, что и сейчас каждый чувствует, что к его сердцу подходит любящий Господь. И Он говорит, все стою у двери и стучу. Если кто услышит и отворит, войду к нему и вечерю сотворю. Он будет вечерять. Он будет как раз с тобой беседовать. Твой самый трудный вопрос. Он хочет тебе ответить на Него. У тебя есть нужда. Он тот, который отвечает, потому что Он муж скорбей, изведавший болезни. Он целитель наш. Он врач наш. Он приходит для того, чтобы имя Отца Небесного и имя Его было прославлено. Он прославленный где? В Церкви Святых, в твоей жизни. Он славится или бесславится. Если ты действительно живешь им и дышишь и существуешь, то, конечно же, ты славишь имя Всевышнего Славы Ему. Он пришел сюда, чтобы и царствовать. Если Он царствует в нашем духе, в нашем теле, если мы соединенные с Ним как одно целое и мы питаемся от этой лозы этим соком, то действительно мы будем всегда радостны и утешаться в Господе. И тогда Он приходит для того, чтобы благословлять. Он не только умер, но Он воскрес. И Он во веки веков желает одного – спасать грешников. Спасать каждого человека. Отвечать на молитвы, на отчаяние и желания души человеческой. Слава Ему. Он пришел для того, чтобы благословить нас. Мы благословлены во Христе Иисусе Господе нашим. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, находясь на этом месте и слыша эти слова, они касаются лично нашей внутренности. И поэтому я еще напомню, и когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Мы очень хотим явиться во славе, правда? Там на веке вечное и находиться в славе Его. Но это необходимо, чтобы Он был в нас, а мы в Нем. Чтобы была непосредственная связь. Потому что, как зачастую, человек ходит так и поступает, или делает, или говорит, как будто бы Бога и нету. Как будто бы Христос не видит, не слышит, не знает. Что-то сделал втихаря, ну и все пройдет, потому что никто из людей не знает. А Он Тот, Который в нас и живет в нас Духом Святым, Он все проникает и глубины Божьей. Он проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Ему дадим отчет. Сейчас я хотел бы, чтобы, сознавая это величие и могущество нашего Господа Иисуса Христа, и Тот, Который рядом с нами, мы могли бы услышать, как Он стучит. Он стучит кротко. Он стучит ненавязчиво. Он стучит и хочет, чтобы ты услышал, услышала и открыла двери сердца своего. И Он наполнит благодатью, потому что немерую дает Бог Духа просящим у Него. Он ищет сердца жаждущие. Он ищет сердца те, которые хотели бы с Ним сегодня соединиться в одном духе. Да благословит Господь это собрание, да наполнится славой Его Святого имени, чтобы и в проповедях, и в пенях, и в молитве мы могли переживать именно нахождение на этой лозе. И этот сок постоянно нас животворит. Не дай Бог, эта веточка отломалась. Она моментально может завянуть, а потом и засохнуть. Нам очень важно держаться этой лозы. Да будет имя Господне благословенно. А сейчас мы преклоним колени наши и соединимся с нашим любящим Господом Иисусом Христом. Аминь. Аминь. Бог наш, и прибежище наше, и защита наше, и скала наше, и песни наши, Господи. Ты мечта жизни нашей. Аллелуи. Мы только немного имен Твоих вспомнили, Господи. Ида, Боже душа наша во споряжается на Тебе, Богу, крепкому и живому. Аллилуйя, слава Тебе! Слава Тебе, Боже, что Ты, наш жаждущик, можешь напогить Твоей благодатью до избытка наполнить в равнии и сделать это служение, Господи, непосредственной связью между Тобою живым и святым Богом и нами, Господи, не излить благодать Твою святую. Ты, Боже, ищешь жаждущие сердца, Ты ищешь, Господи, человека, который, Боже, желал бы, чтобы Ты вошел и обидел Твою сотворил, Господи, и вечерил с нами. Мы исповедуем Тебя живого, живого в нашей жизни, живого в нашем Божьем общении, живого, Господи, среди святых Твоих. О, отче, Ты ходишь посреди семи святильников, Господи, Ты знаешь все о Божии, поэтому и к нашему сердцу подходишь с одним желанием, Боже, с самым добрым намерением. Аллилуйя, слава Тебе! Аллилуйя, слава Тебе, наш Господь, дорогой, что Ты здесь! Веяние Твоего Святого Духа мы слышим, Господи, Ты рядом с нами! Ты стучишь каждое сердце для того, чтобы открыть, для того, чтобы вечерить с нами. О, слава Тебе! Слава Тебе, Боже, что Ты сделался всем для нас, Ты сделался жизнью нам, Ты сделался воскресеньем для нас, Ты сделался ходатаем нашим. Аллилуйя, слава Тебе! Слава Тебе, что Ты прибежище наше, что Ты защита наша, Ты скала наша, на которую мы, Боже, возлагаем всю надежду и упование. Слава Тебе! Слава Тебе, Боже, что Ты мечта наша, Господи, и желание нашего сердца быть с Тобой навеки вечное в небесах. Поэтому, Господи, как Ты царствуешь над нами и в нас на этой земле, так будет и в небесах. Аллилуйя, слава Тебе! Поэтому я прошу Тебя, благослови, пожалуйста, и наполни, Боже, сердце каждого Твоими чувствованиями, Твоими желаниями, Твоей благодатью, Господи. Дух Святой дотрудится, Господи, в каждом сердце. Благослови продолжение этого собрания, проповеди, молитвы, Господи, песнопения. И все, что будет на этом месте, да будет оно помазано Духом Твоим святым и Твоим присутствием. Да будет имя Твое превознесено, потому что Ты живой. И мы живы Тобой, и движемся, и существуем, и уповаем, и надеемся на Тебя. И вера наша, и надежда, да не постыдится. Тебе единому слава, честь Тебе и поклонение. Великий наш благословенный Бог, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, давайте вместе, вставшие, споем. Церковь Господа, Ты невеста у Христа. И мы просто в этом самой воспоем Ему и прославим Его. Церковь Господа, Ты невеста у Христа. Церковь Господа, слушай голос жениха. Он тебя избрал, отлюбил и оправдал. С славою и честью увенчал. Церковь Господа, слушай голос жениха. Мой Аллилуйя, Мой Аллилуйя, Мой Аллилуйя, Господу Царю. Мой Аллилуйя, Мой Аллилуйя, Мой Аллилуйя, Господу Церковь Господа. И не невеста у Христа. Церковь Господа, слушай голос жениха. Он тебя избрал, отлюбил и оправдал. Славою и честью уничтожал. Иисус придет на землю, Этот мир увидел ему славу. Каждый дом позвал его любовь. Будет вечности на небесах. Ой, Аллилуйя! Ой, Аллилуйя! Ой, Аллилуйя! Господу Царю! Ой, Аллилуйя! Ой, Аллилуйя! Ой, Аллилуйя! Господу Царю! Ой, Аллилуйя! Ой, Аллилуйя! Ой, Аллилуйя! Ой, Аллилуйя! Ой, Аллилуйя! Слава Богу! И сейчас некоторые из нашей группы споют песню. Ой, Аллилуйя! 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 Слава Богу! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Всегда радуйтесь! Добро пожаловать на наш канал! Не заметить на наш канал! Мы говорим на наш канал! Просто просто простыми! Добро пожаловать на наш канал! 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 И я бы хотелось бы! Добро пожаловать на наш канал! Иисус! Добро пожаловал! Иисус! И славу! Иисус! Добро пожаловать на наш канал! Иисус! Добро пожаловать на наш канал! Иисус! 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 говорить, но на самом деле в его сердце нету благодарности Богу. У него нету чего сказать Богу, потому что он все достиг своим путем. Он все как-то сумел приобрести, как говорится, своими силами. Бог здесь ни при чем. Если человек горд, то это самое первое, что он может в себе найти. Это неблагодарность Богу. Есть еще последствия, очень серьезные. Я прочитаю 49-й Псалом, 23 стих. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». То есть, когда человек благодарен Богу, то ему открывается еще и путь спасения. Вот это и есть, как говорится, сам последний, как говорится, корень того, что если человек неблагодарен, для него, может быть, путь спасения уже закрыт. Потому что у Бога не пройдет ничего так. Бог достоин славы. Его возблагодарят камни, если мы будем молчать. И нам может быть просто путь спасения быть закрыт. То есть, насколько мы на самом деле в нашем сердце можем сказать, что мы благодарны Богу. Я думаю, что не надо здесь говорить никаких списков, за что мы можем Ему воздать славу или как мы можем Ему воздать славу. Я думаю, что мы должны очень четко сесть и просто просмотреть свою жизнь. Почему я неблагодарен? Почему у меня не открывается уста воздать славу Богу? Когда мы поем, нам хочется петь? Или нам эти песни надоели? Что происходит в душе моей, когда я должен воздать славу Богу? Что на самом деле живет в моем сердце? Насколько я хочу Бога хвалить? Достоин ли Он в моем сердце? Чтобы я Ему сказал благодарность. Пусть Бог поможет нам проверять свои сердца, чтобы наша жизнь была полна благодарности, чтобы мы не были теми людьми, которые просто стали примером на страничках Писания, которых Бог поражал, которые отступили от Бога, чтобы мы не стали просто еще одним примером последствий Писания. Пусть Бог дает нам мудрости, чтобы мы в наших сердцах благодарили Бога и жили с Ним. Аминь. Братья и сестры, сейчас во время общего пения будет материальное служение, то давайте вместе вставшие споем «За все тебя, Господь, я благодарю». за все Тебя, Господь, я благодарю, «За все ты искупила святую душу мою, и буду возвещаться по всей земле о том, как милости вы влахты ко мне. вся слава Тебе». О, Иисус, спасение до мне, о, Иисус, и сердце во мне, о, Иисус, поет о Тебе всегда, Иисус. Слава Тебе, все слава Тебе. О, Иисус, спасение до мне, о, Иисус, и сердце во мне, о, Иисус, поет о Тебе всегда, Иисус. Я посвящаю жизнь мою лишь Тебе, и богата Твоя сегодня на мне. пусть знает каждый слышал из своих рук о том, что жив Господь просит Иисус. Иисус, слава Тебе, о, Иисус, слава Тебе, о, Иисус, слава Тебе, всегда, Иисус, и слава Тебе, о, Иисус, слава Тебе, смахи, 700-100, и слава Тебе, слава Иисус, И теперь подростковая группа споет нам песню. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Дοςok ДimaTorzok 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 ДимTorzok ДimaTorzok Д بالд collapsение и молитвы Господь. Я говорю, слушай, сестра, тогда, знаешь что, скажи плохое слово на Бога. Да нет, я не могу, как я скажу? Он услышит. А ты шепни так тихонько. Да нет, все равно услышит. А как же ты говоришь, что не слышит, если ты понимаешь, что я даже шепнуть не могу, что-то недоброе, а молитву Бог не слышит. Потому что мы в другой раз понимаем, не слышит, это он не делает так, как я ему говорю. Я хочу, что чтобы так было, он пусть мне сразу и у нас в другой раз Бог как знаете, как заказ. Сделал и раз чтобы было. Или даже и церковь в другой раз мы ставим положение, как стол заказов. Мы можем благодарить и только там запиской, знаете, написать записку или заявить. Я это вижу в другой раз в своей церкви. И я иногда это говорю, потому что оно мне как-то тревожит о том, что в другой раз люди ну, как стол заказов. Братья и сестры, поблагодарите за меня Господь. Даже не скажет, как я нужда. Да, поблагодарить. Я хочу поблагодарить Бога. Знаете, бывает так. В конце служания говорят, я хочу поблагодарить Бога. А если только что встали из благодарной молитвы, только что подводил брат и благодарили, и она стоит и говорит, я хочу поблагодарить. А что ты делала? Стояла сейчас только на коленях. Что делала? Можно было благодарить, можно было славить Господа. И даже после молитвы, если старшие верующие, которые, я не знаю, как в вашей церкви, но те, которые вы из церкви, из Украины, знаете, как было, что в раньше время было, что пастор или служитель, который приведет молитвы, он подведет молитвы, проведет общая молитва, а потом еще три, четыре, пять человек в другой раз еще возьмут благодарную молитву, или возьмут молитву, как мы называем, молитву на задание, еще молятся. Но теперь это как-то упраздняется. И легче всего написать записку и положить там, знаете, и поблагодарите за заказ, или попросите за меня. Сам даже могу и слова не сказать. Поэтому я хотел бы, братья и сестры, чтобы это действительно было, вот это искание Господа в нашем сердце настолько, чтобы мы действительно понимали это. И одно из мест писания я хотел провести сегодня прочитать на этом богослужении. Это первая книга Паралипоменон. Первая книга Паралипоменон, в которой есть Библия, вы можете открыть, и это будет хорошо, чтобы у вас работало две памяти. И это зоровая и слуховая. Если Библия есть, пожалуйста, откройте. Если у кого нет, подсадьте к тем, которые верующие, у них есть Библия, они вам помогут, и мы проследим вместе за текстом и Слова Господнего. Первая книга Паралипоменон, 15 глава, оно должно быть в вашей Библии обязательно. Первая книга Паралипоменон, 15 глава и 11 стих, и ниже я буду читать такие слова. «И призвал Давид свершенников, Садока, Авиафара и Левитов, Урия, Асаию, Юиля, Шимаию, Елиэла и Аминава. И сказал им, «Вы, начальники родов левицких, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде вы, не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его, как должно. И осветили свершенники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева». Я хотел обратить внимание, братья и сестры, на это слово, которое я услышал. И оно меня немножко тронуло, и сразу меня перевело, хотя я имел другую немножко тему, и перевело на это, на эту мысль. Они, говорит Давид, он исследовал знакомых, кто читает Библию, знаете это место из Писания, когда они уже попытку сделали одну. Они пришли, когда, помните, что был ковчег Господний забранный в Израиле, и его не было с ними, филистинами забрали его, и потом он им там был проблемой. Они имели проблемы с этим ковчегом, они не знали, куда ебать, они его в храм своего Бога, он там, потом остался их Бог, идол, без рук, без ног, без головы, и они не знали, это проблемы имели. Они переносли другое место, там была болезнь, они другое место хотели, а эти жители восстали, и стали плакать сразу, кричать, что зачем нам проблемы, и они видели, что им куда за этим ковчегом деваться. Они решили, не знали, как поступить, они новую колесницу построили, коров запрягли, и поставили их на эту колесницу, они мучали, Библия говорит, но повезли его в Израиль. И в Израиле была большая радость, что прибыл ковчег, это присутствие Господне, это то, что наполняло, это то, что вдохновляло их, это то, к чему они держались, и к чему они утешались. И оно возвратилось в присутствие Господне, там было присутствие Господне. И когда они, он находился в доме Аминдава, там много лет, около 20 лет, может больше 20 лет, он находился, этот ковчег, в доме этого священника. Он находился там долго. И Библия говорит, что когда Давид стал царем, у него было желание, он уже первым из заданий его было, это перенести ковчег в какое-то удобное место. Нет, должен он стоять там где-то, в какого-то человека в доме. Он должен находиться в каком-то месте. Он захотел свой город его перенести. Он пришел, взял его, и так же, как и фелестивляне, колесницу, на колесницу его, и священники, и сыны, священники сопровождали эту колесницу, и они уже радовались, торжествовали, и проводили этот ковчег в дом, в место, где он приготовил для него. Но случилось так, что колесницу волы наклонили, Библия говорит, и один из сынов, священников, который там сопровождал, он хотел поддержать этот ковчег, но Господь прогневался, Господь не потерпел, и поразил Озию. Поразил его, и когда он поразил Озу, он, Библия говорит, они испугали, это все, это все сломало их план, все радости их исчезло, все это встревожило их, и они, и они начали рассуждать, они побоялись дальше вести его, они куда-то, сказано там, направили его в другое место, какой-то там человек, и они в его двор отправили, этот ковчег, пусть там находится. Они думали, я не знаю, в Библии ничего вообще не говорит о том человеке, что это был за человек, но они в этот дом, я думаю, может быть, он просто был такой, что ему хоть что-то и станется, то пусть, даст у него там, ему ничего не станет, ущерба мало будет. И они отправили во двор этого человека, но дальше Библия говорит, а Бог взял и благословил этого человека, что в доме, в его доме стоял этот ковчег, Бог его благословил за это, и Давид узнал, он начал искать, что было за причина, и на что? Он нашел то, что мы неправильно взыскали Господа. И он говорит, не так, это не правильно, это хвилист земляне, да, они могли на кровах, на этих колесницах, если, но у нас есть правило, у нас есть, как надо служение вести, как надо служить Господу, что это должны были левиты, это должны были священия, это должно было пройти освящение, и когда мы неправильно, говорит, не так мы сделали это, то Бог поразил нас за это, не Бог поразил Озу, да, Оза свое, это свое, это другая тема, Оза, конечно, он был более 20 лет, до ковчег находился в его доме, у его отца в доме, он там привык к нему, он может быть там не раз бегал, он может быть еще ребенком был, он может быть не раз его касался, и там возле него ходил, но он привык, знаете, вот только раз мы привыкаем даже к делу Божьему, мы привыкаем, другой раз к служению, мы привыкаем к церкви, мы привыкаем к церковному, и это в другой раз расслабляет нас, когда мы здесь постоянно и привыкаем, но он привык, а Бог не потерпел этого, и видим, вот получилось поражение, но Давид говорит, что это наша проблема, это мы неправильно взыскали Господа, и я хотел бы, братья и сестры, чтобы в нас было желание смотреть, как мы ищем Господа, какое взыскание наше, какое наше почтение Господу, если я Господь, говорит Господь Малахи, то где почтение? Ко мне. Вол знает Господина своего, или я сласовый Господина, посел знает Господина своего, но народ мой другой раз не знает, и вот здесь он говорит, что если я Господь, где почтение? Ко мне. То есть, Господь хочет почтения, Господь хочет какого-то такого, знаете, Ведь мы люди, и в другой раз нас в другой раз расстраивает, когда наши дети не имеют почтения к родителям, когда они так не прислушиваются, когда они невнимательны к нашим, когда ему надо три раза говорить, когда ему несколько раз надо сказать, он как не слышит, он как не обращает внимания, и нас это в другой раз поднимает. Но если мы дети Божьи, которые зависим от Господа, и в другой раз какое наше послушание, какое наше почтение к Господу, чтобы мы взыскать Господа, чтобы Ему, это, знаете, это наше отношение, это наше поклонение Господу. Если мы читаем Иоанна, 4 главу, где Иисус Христос имел беседу с Самарянкой, она коснулась такой темы, и подождать, говорит, что, ну, слушай, ну, я вижу, что ты пророк, но отцы наши поклоняются на горе, а вы говорите, что надо в Иерусалиме, и какое правильное поклонение, как правильно, какую, ну, так это сегодня можно найти много, какую деноминацию, какую церковь, правильно, неправильно. Иисус Христос, Он дал такую, такую, такую мысль, или такое слово, которое сегодня оно должно задать у каждого из нас. Он говорит, что, и сказываю вам, что наступает время, да и уже настало, что истинные поклонники будут поклоняться не на горе, не в Иерусалиме, но на всяком месте будут поклоняться в Духе и в Истине. И что дальше говорит Иисус? И Отец таких поклонников ищет. Братья и сестры, я когда прочитал, может быть, я сто раз читал за жизнь это местописание, но когда я прочитал в последнее время, я обратил внимание, Отец ищет себе. Я подумал, а что в жизни я ищу? Я обычно ищу того, что не так много есть. Если бы было это так много, то что там искать Отцу надо было бы истинных поклонников. Приходи в Суламиту, в церковь, и там полно их. Но, очевидно, Отец ищет себе истинных поклонников. То, очевидно, их не так, сколько в списках. Я спросил одного брата служителя, я говорю, какова ваша церковь? Сколько? А он мне так, знаете, ответил, интересно, говорит, по нашим человеческим спискам мы имеем 420. А сколько? Господа не знаю. Знаете, вот по нашим исчислениям, как мы числим, как мы записали, как у нас числим, да. Но как оно у Бога? Как оно у Бога? Я думаю, что каждого из нас требовал вопрос не раз в жизни. О, скажи, Бог мой сам, я записан ли там, не в церковной книге? Если бы так было, что Бог брал копии из наших церковных книг, то проблем бы не было. Мы с пастором спросили, там я есть в списке, да? А, есть? Ну, хорошо, все нормально. Но мы понимаем, что, может быть, там не все так совпадает с нашими списками. Мы можем там числиться, но записан ли там в книге Вечного Царства? Я записан ли там? Вот это основное, то, что нас заставляет, братья и сестры, быть поклонниками, истинными поклонниками, которые должны поклоняться в духе и в истине. И это поклонение не в том, потому что сегодня само поклонение, оно сбито с толку в другой раз. Я, когда вижу, оно меня в другой раз не всегда, я спокоен к тому, когда мне говорят в другой раз, слушайте, да? Я зайду в церковь, иногда бываю в церквях, и мне говорят, что, брат, сейчас вот пройдет поклонение, и потом уже ты будешь проповедовать. Я не понял, что это три сестры и два брата молодых, они тут вышли и поют, и играют, то это поклонение. Когда я вышел за кадр, это что, уже не поклонение, да? Это уже все, это уже что, другое что-то? Я не понимаю, как, что уже поклонение кончилось, а теперь уже тебе время. Я не понимаю, как может поклонение, это такое, а это уже не поклонение. Я понимаю, что поклонение – это не слова, это не ритм, это не музыка, это даже не молитва. Поклонение – это стиль нашей жизни. Насколько мы поклонники в жизни, насколько мы поклонники в домашних условиях, в рабочих условиях, в церковных условиях, но мы, вот здесь определяется наше поклонение. Мы поклонник истины, мы христианин истины, или мы, может быть, ну, это легче, легче, конечно, вид создать и поклониться, и даже до земли поклониться. Это легче, нежели быть поклонником во всех обстоятельствах жизни, там, где ее в другой раз никто не знает, что ты верующий, никого нет, что ты там один на один с миром, и там, может быть, никто не видит, как ты живешь, или не знает, кто ты такой, но остаться истинным поклонником, остаться человеком, которого, как бы ты ни маскировался, как бы ты ни пристраивался, ты не пройдешь, тебя сразу узнают, что ты что-то не уписываешься, у тебя что-то не так, у тебя что-то не получилось, ты не тот человек, поэтому ты понимаешь, что ты обещал Богу добрую совесть, и мы не свои, и мы уже не свои, мы отдали себя Господу и не свои, оно уже не наше, мы не можем распоряжаться как свои, мы отдали Господу добрую совесть нашу, мы обещали Ему, поэтому мы не свои. Я помню одного брата, который заходил в поезде, зашел в купе, там три мужчины сидит, он заходит четвертый, они такие довольные, говорят, ох, добрый, что ты пришел, а то мы думали, может, кто другой, а так как раз на четверо будем сейчас, как раз в партии у нас хорошо получится карты играть, он говорит, я не могу играть карты, ну как, ну у меня нет рук, никак, нет, шамотан нанес, все, сумки нес, а сейчас рук, у меня нет, мне говорят, это руки не мои, это руки Иисуса Христа, я им не могу как-то играть, и у них завязался разговор, у них началась беседа, и они заинтересовало их, как это они имеют, руки не свои, да, они не свои, мы, Библия говорит, чтобы мы, чтобы мы не предавали членам наших в орудие греха, в то, что грех, что неправильно, мы должны, не то, что, не то, что, ага, в собрании мы, да, мы поем, мы держим песенки, мы, может быть, милю держим, а на работе, а в дома, мы, может быть, другие, может, на другой уже, знаете, мы другой раз, я иногда говорил, братья и сестры, как лучше, чтобы мы были такими и в церкви, как дома, или чтобы мы были дома такими, как в церкви, как бы лучше, чтобы мы были, когда мы лучше, когда в дома, или когда в церкви, и, конечно, я слышал об одном брате, где жена его слушала, его проповедь слушала, он так красиво говорил, он так красиво наставлял, и она говорит, знаешь, брат, на его муж, к мужу говорит, знаешь, я бы не против, чтобы мы в церкви жили, ты такой в церкви хороший, ты так хорошо, я бы согласен, лучше в церкви жить с тобой, чем дома, потому что мы иногда можем быть другими, одни в собрании, одни, одно из русских северопородителей говорит, а если мы только в собрании умыльны, а выйдем в собрание, как светские люди, то у нас не знать христианская порода, мы тогда сбиваем столько людей, люди видят, ну так, и знаете, из Библии, там есть одно местописание, где сын завел в обман своего отца, и он не видел, глаза его не видели, он начал ошибывать его и говорит, не понял, ну голос-то как же Якова, а руки и Сава, братья, сестры, это нередко случается, что как бы по голосу у нас, ну как Яков, ну все у него как в веру, все как, а руки совсем не Якова, совсем другие, как посмотри на его действия, как посмотришь на его поведенку, как посмотришь, фауше Исау, и то настоящий Исау, и в нем все Исау. Поэтому я хотел бы, братья, чтобы Бог помог нам оставаться на всяком месте поклонниками истинными, потому что Отец ищет таких поклонников, то есть на всяком месте, это везде, где бы мы находились, мы остаемся, пусть обстоятельства жизни, а или пусть другая ситуация, а она и не выгодна мне, чтобы там остаться христианином, остаться верным, но мы обещали Богу, мы обещали, каждый из нас начинал с обещания, каждый из нас свою христианскую жизнь начинали с обещания Богу доброй совести, и эта совесть, она должна быть сохранена, если у нас правильное отношение к Богу, если у нас правильное поклонение, у нас правильная жизнь домашняя, если у нас правильное поклонение, если правильно поклоняешься Богу, у тебя правильное отношение мужа и жены, если ты правильный поклонник, тебе хорошие отношения правильные между детьми и родителями, если ты истинный поклонник, тебе хорошее отношение со служителями и в церкви, со всеми братьями и сестрами, если ты истинный поклонник, У тебя порядок с соседами и по работе, и по месту жительства, у тебя есть порядок, у тебя везде видно, что ты есть истинный поклонник, потому что апостол Павел говорит, что вы письмо Христово всеми читаемое и узнаваемое, вы хоть бы хотели скрыться. Я не раз привожу пример апостола Петра, который в то время, когда ему было трудно, когда он думал о себе, что он сильный, что он все-таки говорил, когда Христов сказал ему, что в эту ночь вы все соблазнитесь о мне, он говорит, что я не, они да, может быть, они да, если они все даже, но не я, говорит, я не. Говорит, да ты, если прежде, нежели Петру запоет дважды, то ты трижды отвечаешься, Иисус говорит, он не может, я, да я на смерть, я в тюрьму, я куда хочешь, согласен с тобой. И тут же, и тут же он оказывается в ситуации, где не пришел какой-то военачальник, ни какой-то превосхожденный, ни какой-то там кто-то власть имеющий, пришла какая-то служанка, может, и она девушка какая-то молодая совсем, и она говорит, слушай, да ты тоже из них, ты из них. Она его, откуда она его знает, говорит, знаешь, у тебя даже речь не такая, ты, он, может быть, маскировался, он все возле них, возле их костра, он вместе с ними был, но если ты веруешь, если ты христианин, если ты укусил благо, ты не упишешься в их коллектив, ты будешь там пробовать, маскировать, но у тебя не получится, тебя все равно узнает даже простая, простой человек какой-то, скажет, слушай, что-то ты не знал, что и команды, у тебя не та речь, у тебя не те слова, у тебя не то, потому что ты вкусил в дарах Божьего, ты знал Господа, ты давал обед служить Господу, поэтому, когда мы пришли к Богу, мы должны этим дорожить и пронести это наше поклонение, это наше служение, это на, это то, что принадлежит Господу то, что мы пообещали Ему, и мы не свои, а Господни. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы каждый из нас, мы просто сами для себя могли понять, что Господь хочет нашего искренного поклонения, Ему не нужно притворство, Ему нужно красивых слов, длинных молитв, очень гласных молитв, таких громогласных, Ему нужно искренность, то есть то, что в сердце, то Он там смотрит на сердце, и когда мы читаем вторая книга про этот рун, там говорится 16-9, где говорится о том, что «Отче Господни, обозревай всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце полностью предано Господу». Иногда, может, у нас поют песню, и у нас поют, а может, у вас поют, или пели раньше, что я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, я другой раз говорю, ну а если 90% правды, а 10% нет, это нормально или нет? Да не получается, Богу не надо даже 95% правды, опять неправды, Богу нужно все сердце, полностью, когда оно предано Господу, мы люди и те хотим, и те заглядываем в сердце, молодые парни, которые влюбляются, они хотят, они хотят знать, что там в сердце, куда ее сердце, и я говорил иногда, я говорю, у нас много молодежи, я другой раз говорю, слушайте, проходите, приезжайте, можете у нас, в нашей церкви брать сестер, я вам могу предложить очень хорошую сестру в нашей церкви, она богатая, она, она, красивая, она умеет все шить и работать, она в селе такая рабочая, все, одна проблема ее маленькая есть, она любит другого, и, и все, и уже она, я не хочу, я, если у нее сердце не со мной, это же мы люди, и то хотим, как я, зачем она мне сдалась, если у нее сердце другого, а я, то, что она у нее, и она может это мне вообще второсипедное, да, а как с Богом, как Богу, если, если у нас есть, если мы заигрываем, заигрываем с другим, если у нас есть симпатия куда-то к другому, к миру всему, потому что мирское, и мы так, вроде и Богу хотим, ну, и, и там нравится, и то как-то нравится, и тому начинаем подражать, и что-то там практиковать в жизни, и все это, и это другое, и, и опять к Господу хотим, и опять хотим к Богу, братья и сестры, очи Господни, обозревающую землю, и хотят поддерживать тех, чье сердце полностью предано Господу, поэтому я хотел бы, братья и сестры, призвать к тому, чтобы мы, чтобы мы искали Господу, чтобы мы были теми истинными поклонниками, чтобы Он видел нас, для этого не надо обязательно особый сан, особенное такое служение, знаете, это не надо, чтобы, чтобы особенно уже какой-то там погоны иметь в церкви, или какой-то там санслужение, или что, это надо искренность, это надо искренность, я когда, мне проходилось три раза, три года подряд в России, мне пришлось посещать Индию, и когда я первый раз ехал, я немножко об Индии хотел знать, что там, и нашел информацию об одной такой женщине, которая там была, и она, я не знал, я слышал о ней кое-что, но я знал, что она полтора метра всего была роста, и 48 килограмм веса, и она была сиротой с 8 лет, она была простой учительницей, и Бог заговорил к ней, чтобы она ехала на миссионерство в Индию, и к концу уже 20-го столетия, к ней в очередь записывались президенты, премьеры министры, корреспонденты, в очередь, чтобы она могла уделить хоть несколько минут внимания для них, чтобы побеседовать, и это простая женщина, которой не было никакого служения, но ее сердце было предано верности Господу, и сегодня, я думаю, что вы уже сразу догадались, о ком я речь сказала, за кого я речь веду, ее имя прозвучало на весь мир, что она действительно не бывшая замужем, не имела детей, а называется мать Тереза, она матерью, потому что сердце было предано, сердце было отзывчиво и предано, поэтому я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы просто задумались, когда Господь обращает внимание, когда Господь обозревает землю и видит из семи миллиардов население нас, тебя, или тебя, брат, или сестра, или меня, мы можем ли мы задуматься над тем, что видит Он в нас, когда Он смотрит, обозревает мое сердце, что видит в нас, что Он находит, что показывает Ему тот прибор какой-то или что, что находится в нашем сердце, пусть Бог поможет нам, братья и сестры, чтобы мы более всего храним, о Библии говорит, храни сердце свое, храни сердце свое, потому что Иисус Христос высказался в Евангелии Марка, если мы читаем Евангелие Марка, 11, 7 глава, если мы читаем Евангелие Марка, 7 глава, можете открыть, это местописание, и я буду заканчивать, это место, где Иисус Христос говорит, что ибо, 21 стихи описывает так, и 22-го, ибо из внутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, преводеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоинство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость и безумство, все это зло изнутри исходит и оскверняет человека, братья и сестры, оно там в другой раз крадется, оно там в другой раз находится, и когда я в другой раз делаю замечание, то, или брат, или сестре, что, как это ты так сказал, как ты так говоришь, как ты высказал такое, говорит, брат, извините, я вылетел, я не хотел, оно вылетело, я, знаете, я сельский человек, я в селе живу, у меня есть сарай, у меня есть там животное, но никогда у меня, если я открою сарай, никогда оттуда ничего не вылетит, там то, чего нет, Оно никогда не выйдет. Там всегда выходит то, что там есть. Если его там нет, ты открывай сколько хочешь, оно не вылечит. Но оно там, когда есть, оно как раз и может. Поэтому пусть Бог благословит, пусть Бог поможет, братья и сестры, чтобы наши сердца оставались верными Господу. Потому что Господь, Он заинтересован в наших сердцах. Он хочет быть в сердцах. И Он сказал, что законы свои и правила я напишу в сердце. И тот, кто, Он близок, кто отдал свое сердце Господу, Он не спрашивает, не задает вопроса, почему у вас так нельзя, почему у вас то нельзя, почему вы то запрещаете для друга. Он понимает, это написано в сердце, там правила, нормы, какими он должен руководиться в церкви, если он отдал сердце Господу. Он сам знает, он сам знает правила для себя. И он ведет так, что Бог видит его искренность. Пусть Бог наполнит наши сердца, братья и сестры, своей благодатью, чтобы Слово Господне, как брат сегодня Иваш один говорит, оно проникает до разделения души и духа, состава мозгов. И аж туда в сердце проникает до разделения души и духа, состава мозгов. Судит намерения и помышления сердечные. Так что дадим возможность, чтобы оно судило нас, чтобы оно могло судить. Мы приходим до молитвы для того, чтобы дать возможность Слову Господнему. Пусть судит нас Бог, не брата, никакая польза мне будет, если я скажу, что хорошая проповедь была сегодня для Петра, хорошая для Вали или для другого. А мне что от того? Но пусть Бог поможет, чтобы мы могли заглянуть в наше сердце, чтобы мы могли на себя посмотреть. Мы часто можем на другого как-то ссылаться, кому-то винить того или другого. А как с нами дело обстоит? Я когда, читая это Местописание, где Иисус Христос сказал, что один из вас, дьявол, скажи, один из вас предаст Меня, я, знаете, у них был спор между собой раньше, кто из них будет больше. И когда Господь так сказал, вы знаете, какой вопрос их заинтересовал тогда? Они думали, наверное, Иуда. Или нет, наверное, это будет Андрей. Они так не думали. Они сразу задумались, не я ли Господи? Не я ли Господи? Если бы так, братья и сестры, было, я думаю, раздумали так. Если бы мы услышали голос Божий, действительно, чтобы Господь сказал, у нас здесь несколько сотен человек, да? Ну, чтобы мы действительно услышали голос Божий, что Господь сказал, что один из вас живет неправильной жизнью, и может скоро пролиться огнем мой на него, что бы мы задумались? Мы бы искали где-то он, который-то он. Я думаю, мы так не искали. Мы тогда думали, Господи, не я ли это? Не я ли, чтобы не пришло поражение? Пусть Бог благословит братья и сестры, чтобы мы оказывались искренними христианами. Мы будем благодарить Господа. Склоняемся и благодарим Господа. Аминь. О, наш Небесный Господь и наш пастырь добрый, к Тебе идем с благодарностью, с благодарностью Побой. К Тебе идем, Господь, пополненный славой, радостей и утешения. К Тебе идем, Господь, и нам очень хочется славить Тебя и благодарить Тебя, потому что Ты есть добрый Бог. Твоя милость есть над нами, Твоя любовь есть над нами. Слава Тебе, Господь, что Ты даровал нам возможность и право сегодня быть в церкви, быть на этом месте, быть среди народа Твоего. Слава Тебе, Сейс, Аллилуйя! Господь, я славлю Тебя, что милость Твоя, она над нами, и поэтому, Господь, мы представляем себя для Тебя, для Слова Твоего, и хотим, чтобы Ты действовал в нас, чтобы Ты, Господь, очищал, чтобы Ты нас производил на свою работу и помог нам, каждому нам вести свою работу, вести работу над собой, над своим сердцем, над своим состоянием. и возрастать духовно. Господь, я прошу Тебя поддержить, кто упал, кто, Господи, слав, кто ослабили силы и богоискание. Ты, Господь, который силен, поддержать и поднять, поэтому укрепи веру, укрепи благодать, укрепи силой Духа Святого, и пусть благословение Твоё рекой прольётся на каждого из нас. Мы так нуждаемся в Тебе, мы так нуждаемся, Господь, в Твоей благодати, в Твоей силы, и просим, благослови нас в этот момент. Момент. Господь, она над нами каждый день обновляется. Слава Тебе, Господь! Мы её не заслушиваем. Мы не есть лучшие люди на земле. Мы не есть, Господь, что у нас какие-то показатели хорошие. Но по великой милости Ты даровал нам возможность быть на этом месте. Слава Тебе, Господь! Что Ты избрал нас из этого мира среди греха, пороков, из этого болота греха. Ты вытянул ноги наши и поставил на камни. Слава Тебе, Господь! Господь, мы радостны, мы благодарны Тебе, что мы имеем возможность окружить Слово Твоё. И оно, как свет, проливается в нашу душу. И оно, как зеркало, стоит перед нами и показывает нас, каковы мы пред Тобою, Господь. И, конечно, в нас нечем похвалиться, Господь. Мы не имеем того дерзновения хвалиться своей праведностью, своей чистотой. Но мы, Господь, нуждаемся. Пусть милостив Ты будь к нам каждому сердцу, Господь. Помоги нам, Господь, чтобы мы более всего хранимо хранили своё сердце. Чтобы сердце чистое сотворил в нас, Господь. И дух правил внутри нас. Помоги нам, Господь. Ты знаешь, Господи, может быть, кто горел у сердца, сегодня уже оно не горит так Тебе. Бог вечно, я прошу Тебя, о, вас обнови. О, Господь, подними каждую душу и помоги, чтобы в каждом сердце этот огонь любви, благодати Твоей горел. И горел всё яснее, яснее. О, я прошу, Господь, благослови и поддержи тех, кто в трудностях проходит, может быть, нелёгкий путь земной. А Ты силен поддержать. Поддержи, Господь. Мы молим Тебя, просим, благослови тех, которые в нуждах сегодня, которые имеют свои переживания, свои нужды, может быть, болезни. Протяну руку помощи, Господь, и исцеление Твоего, чтобы мы чувствовали Твою благодать и Твоё присутствие. Господи, мы имеем всех, кто на этом месте. У каждого из нас есть общая нужда, где мы нуждаемся за пробуждение, где мы нуждаемся за покаяние людей, которые не знают Тебя. Среди них наши родственники есть, наши близкие, наши друзья, наши соседи, которые ворохаду угнал из церкви, возможно, они ушли в мир. И наше желание, Господь, останови их там, пробуди, Господь, и помоги им пройти в церковь и найти Тебя и славы Тебя. Мы нуждаемся. Пусть благодать Твоя будет с нами, когда мы расходимся с Дома молитвы. Мы идем, и пред нами эти будние дни, где мы должны работать, где мы должны трудиться, нас окружает суета, различные земные наши проблемы. И мы просим Тебя, Господь, помоги нам быть истинными поклонниками на всяком месте, где бы мы ни находились, где бы мы, Господь, не проводили жизнь свою, но чтобы мы могли верными слугами Твоими быть. Благослови эту церковь. Я прошу Тебя, пусть помазание Духа Святого будет на служителях этой церкви. Пусть благодать Твоя преисполняет их силы Твоей. Они всегда чувствуют Твою близость, Твою благодать и Твое присутствие. Пусть голос Твой звучит всегда в этой церкви для них, как наставление, как поучение. И они всегда могли, имели возможность приближаться к Тебе. Да будет имя Твое благословенное, и в этот час вечерний мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя, мы утешаемся Тобою, и нам приятно, когда Ты с нами. Слава Тебе, Господь! Пусть не умолкает никогда, и пусть наша слава, она будет не только на этом месте, но на всяком месте, где мы находимся, чтобы мы благодарны Тебе были, потому что Ты достойный славы, чести, хвали и благодарности, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отец, Сын наш, сущий на небеса, да святится имя Твое, да прийдет в Царствие Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как на небе, хлеб наш насущный, подопай нам на каждый день. И прости нам, долги наши, как и мы прощаем долгникам наших. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твою есть царь, сила и слава, о веке. Аминь. Братья и сестры, я пользуюсь минуткой времени, что я здесь за кафедрой, я хочу передать привет от нашей Тарпиловской церкви, а также от церкви Житомирской области. Пусть вас Бог благословит. Спасибо за приветы от нас. Передавать просим взаимно. Слава нашему Господу, друзья. Очень хороший вечер, хорошее служение, прекрасное слово. И вы знаете, вот с самого начала и вот до самого конца я слушаю и слушал и с удовольствием принимаю эти замечательные наставления, которые Господь через уста братьев передает. И вот когда Иосиф проповедовал о благодарности, насколько важна для Господа благодарность. Кто приносит в жертву хвалу, было прочитано, тот чтит меня. И тому я явлю спасение Божие. И я подумал о том, и, наверное, вы тоже думаете неоднократно об этом, что, в общем-то, ничего так не стоит дешево для человека, как выразить благодарность. За это деньги не надо платить. За это не надо какие-то там еще дела большие делать. Просто поблагодарить. И в то же время настолько, настолько в другой раз это трудно. Даже бывает вы, друзья, давайте, ну вот, за это служение. Или там, допустим, кто-то хорошее слово сказал, стихотворение. Ну, у нас так принято. Мы не аплодируем. Вот. Но мы призываем к тому, чтобы выразить за это благодарность даже не человеку, а Богу. И при этом говорим, слава Господу. И смотришь, брат Николай, поэтому усердствует. Фокша, вот он сидит там еще несколько. Витя Дышнюк иногда. Вот. Ну, несколько человек. А ведь все-таки, это же не трудно, да? А вот, оказывается, не так-то просто. Выдавить из себя вот это. Слава Господу за труд и служение наших братьев и сестер. Ну, а вообще-то, как брат сказал, это образ жизни. Это образ жизни. Именно благодарное сердце. Конечно, друзья, за то, что Бог вообще сделал для нас, вот, ну, даже речи нет. Но когда я вот слушал проповедь, значит, брата Иосифа, и, ну, как-то подумал за это, что на самом деле есть такая даже песня или стихотворение, что, ой, все, что в жизни самое прекрасное, не ценою денег покупается. И там дальше автор, значит, перечисляет, что даром нам светит солнце ясное, луна нам даром улыбается и так дальше. И вот когда-то давно уже читал, что мы живем, значит, ну, на нашей планете Земля. Вот думаем ли мы об этом, вот, вот на данном этапе, вот, что атакуют оттуда, с космоса, миллиарды метеоритов, которые падают на Землю. И если бы один мог достичь, вот, то беспрепятственность Земли, то он нанес бы колоссальный ущерб. Но они сгорают вот в этом воздушном океане, океане атмосферы. Мы живем на глубине этого океана, воздушного океана, 200 миль глубиной. И вот это все вот эти небесные тела, которые летят на эту Землю, ученые говорят, они сгорают. Вот мы видим эти падающие звезды, эти, значит, следы от этого. Бог позаботился о том, чтобы мы были безопасности. За что Ему слава. Но мы об этом не думаем. Мы об этом не думаем. Где-то там что-то, какие-то силы держат эту планету. Она несется с огромной скоростью в этом космическом пространстве. Вращается с огромной скоростью вокруг своей оси, вокруг Солнца. А мы об этом... Ну там же что-то, что нож там его двигает. Все это могучая рука, его законы, которые он контролирует, которые он создал. Все это, значит, интересно, даже читал, что мы вот думаем, что мы дышим. Ну вот я сказал, вы уже подумали. Но на самом деле мы каждую, наверное, не знаю, сколько, не считал, но секунду мы дышим. Вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. И если бы вот так дышали, и Бог не позаботился о том, чтобы уровень кислорода, кислорода, вот 23 его вроде там процента находится, чтобы он не поддерживался растительным. Бог так сделал. Вы, люди, животные, дышите. Поглощаете кислород, выдыхаете уголь. Но а кто, куда же будет, где же он будет браться? Так он позаботился о том, чтобы растительный мир сделал наоборот. Наоборот, питался углекислым газом, а выделял кислород, чтобы поддерживать вот этот уровень его, чтобы все живое продолжал. И это на протяжении вот тысячи лет, в котором мы думаем об этом? Нет, мы не думаем. Нас раздражает, тревожит. Какая-то где-то там на работе что-то не получилось. Где-то там сосед что-то там, какой-то там, что-то передвинул, что-то там вылил. И все это такое, и все это раздражает, и все это волнует, тревожит. Отношения с близкими, родными. И мы не задумываем, что огромная забота Бога проявлена для нас даже просто в физическом мире. На этой маленькой планете Земля, на которой, ну, для нас она огромная, но по отношению, значит, с космосом очень маленькая. Это пылинка во Вселенной. И вся эта забота Бога, так мало того, что он так позаботился об этом, друзья. Вот, чтобы мы имели хлеб, имели воздух, которым дышим, тепло солнечное, которое нас согревает и помогает, воду, без которой никак жизни нет. Так он еще посылает своего сына в этот мир, и который умирает на Голговском кресте в страшных муках, чтобы обеспечить нам не просто эту жизнь, которая 70-80 лет, он это сделал уже, обеспечить нам вечность, обеспечить нам бессмертие. И вот перед лицом вот этого дела Божия, какими должны быть казаться наши мелочные обиды, какие-то наши претензии, какие-то наши оскорбления, недовольства и прочее, прочее. И как должно, вот наша должна благодарность вытеснить вот это все то, что не нравится Господу, да не только Господу. Возьмите, вот человек недоволен в обществе, недоволен, недоволен, ну послушали раз, послушали второй, третий раз, а потом никто не хочет с ним дело иметь, потому что вот только вечно вот у него какие-то претензии ко всем и прочее. Возьмите в семье, то же самое дело. Вот, но как приятны те люди, которые благодарны. С ними хочется общаться, с ними хочется иметь дело, вот, потому что они довольны, они довольны, довольны жильем, они довольны теми средствами, которые они там, может быть, пособие какое-то получают, они довольны хлебом насущным, они довольны церковью, они довольны, они довольны жизнью вечной, Господом. И это так естественно и так нормально. Мне очень понравился пример, который брат Владимир привел, как сестра говорит о том, что не слышит, наверное, меня Господь, молюсь, молюсь, а не слышит. И он говорит, что ну, ну то скажи плохое слово на Бога. Как? Ну то хоть подумай плохое на Бога. Нет, страшно, Бог услышит. Значит, здесь он слышит, а когда молишься, когда благодаришь Бога, когда ему поклоняешься, наверное, он не слышит. Какой парад? Может ли такое быть? Конечно, не может. Пусть, друзья мои, укрепляется наша вера. И мы, когда несем наши нужды перед Господом, конечно, друзья, то, что и тоже было замечено, потому что если нам хочется использовать Бога, вот не слышит, потому что не дает то, что я хочу. Вы знаете, он дал настолько больше, чем я думал, как я председал, и даже сейчас. Я думаю, здоровье какое-то там поправить, может быть, какие-то финансовые мои проблемы решить. А он позаботился о том, чтобы я жил вечно, чтобы я ни в чем не нуждался, был в присутствии Бога, самого там, его обители, которые он приготовил. Ну, неужели это земное может сравниться с тем? Поэтому будем благодарны Богу за все. Но, тем не менее, записки поступают, и есть очень серьезные записки. Вот первое, помолиться за внуков, чтобы Господь дал им покаяние. Бабушка это пишет, она пишет уже, мне кажется, много лет, вот, потому что почерк тот же, тот же текст, я его уже выучил. Вот, и тем не менее, пока этот внук еще у него закрыты глаза и разум, как она просит, чтобы Господь открыл, и она молится об этом, и просит, чтобы мы молились, что мы будем молиться и о нем, и в лице этого человека, этих, или этих внуков, о всех тех, которые не покаялись, которые вдали от Бога, и о которых молятся родители. Пусть даст Господь им покаяние, чтобы они не погибли. Помолитесь, чтобы Господь дал покаяние и страх моей дочери, сестра, Боги просит. И миссионерская молодежная группа Церкви Суламита «Благодарит сердечно всех за большую помощь в продаже вещей. Ваш труд не останется тщетным, да благословит вас Господь». Мы знаем, что они продавали эти вещи, они собираются в поездки, в миссионерские, пусть нужны средства, они таким образом подрабатывают. Дорогие братья и сестры, если кто забыл вещи на подростковом, детском или молодежном кемпах, то вещи находятся в боковом входе в церковь, у бокового входа в церковь с левой стороны, когда заезжаете в церковь под навесом. Это получается, если оттуда заезжать, значит, с левой стороны, да, под навесом. Заберите их, спасибо. Ну и если вы, друзья мои, расположены что-то выделить на служение нашего брата Владимира, который скоро уедет, он у нас первый раз, то вы можете также это сделать, туда опусти в ящички на выходе из церкви, вашу лепту. Ну а сейчас давайте помолимся, поблагодарим Бога за этот замечательный день и об этих нуждах. Дорогой наш Небесный Отец, мы очень благодарны Тебе за Сына Твоего нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты подарил нам этот день. Ты, Господи, говорил к нашему сердцу. Ты призываешь нас быть благодарными и искать Тебя всем сердцем своим. Ты, Господи, говорил нам о том, что Ты слышишь наши молитвы. Ты знаешь наши боли, наши переживания. Ты, Господи, желаешь видеть благодарность с наших сердец, которые бы мы всегда выражали в молитве нашей, в нашем служении, в нашем хождении ежедневном. Поэтому дай нам принять это, Господи, наставление к сердцу и практиковать его в нашей жизни. Благослови, Господь, дорогой, Твой народ, Твою церковь, Голубицу, Суламиту, благослови. Мы будем расходиться, но у нас еще эти нужды, Господь, и мы молимся о тех, кто еще не покаялся, кому еще закрыто, Господь, и кто не желает ответить на Твое приглашение, на Твой зов спасительной, протянутой руки, Господь. Поэтому дай покаяние, открой глаза и останови на гибельных путях. А также, милосердный Господь, благослови наших всех братьев и сестер, которые страдают и физически, болеют, находятся на одрах болезни в больницах или дома на постелях своих. Яви Твое исцеление. Если готовишь кого-то к переходу, Господь, потому что так устроены мы, что мы должны оставить эту землю, то Ты благослови переход наших братьев, сестер, пожилых, преклонного возраста, чтобы это было безболезненно, мирно и тихо. Благослови также, Господь, наших друзей в других каких-то проблемах, то ли это финансовые, то ли это с работами какие-то проблемы, то ли это семейные проблемы, Господь, и взаимоотношения между мужьями, женами, детьми, родителями. Тоже в этом всем будь нам в помощь. Тебе же за все добудет хвала, и за этот вечер наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь.